Здравствуйте дорогие друзья! С вами Эдуард Петров и сегодня я хочу рассказать о том средстве, которое я использую, когда путешествую, для того, чтобы самому через интернет купить билеты. И естественно, я на своем сайте такие вещи всегда размещаю. То есть у меня в самом низу, вот здесь есть, видите, в виде самолётика. То есть кликайте, вы попадаете на сайт, где можно найти билеты, авиабилеты и ЖД билеты и отели. Ну вот я, например, беру ЖД билеты. Сейчас мы будем оформлять, мне железнодорожный билет нужен. То есть как это делается? Выбираем, откуда мы едем, куда едем, когда мы едем. И нажимаем найти. Нам выдается список. Здесь мы видим, что мы можем выбрать. Вот этот билет меня устраивает, мне он нужен. Нажимаем купить. Вот здесь вам выдается, какой вы можете выбрать вагон и в каких вагонах, что какие есть билеты. То есть мне это нравится, что я сразу вижу верхние, нижние, а потом еще и внутри буду видеть. Они все одинаковые, то есть можно кликнуть по этому вагону, выдаст картинка. И здесь вы можете реально посмотреть, какое вам нужно взять. Вот мне, например, вот это вот надо. Или вот это вот шестнадцатое место. То есть вы можете сами выбрать, какое вам место нужно. Давайте вот четвертое место, например, возьму. Взял и ввести данные пассажиров. Вводите, соответственно, свою фамилию. Как положено, паспорт гражданина России. Здесь вводите номер документа. Также здесь указывайте паспорт, место, пол и адрес электронной почты. Указывайте для того, чтобы вам что-то пришло. И телефон свой указывайте. Вот пока показали вот эти все данные. Идем чуть ниже. Стоимость заказа. Страхование, видите, услуг. Можно убрать вот эту галочку. Соответственно, не надо оплатить. Выбирайте способ оплаты. Здесь вот сами выбираете, как. Ну вот удобно, например, пластиковая карта Visa. Нажимаете оформить заказ. Я согласен, чего здесь нужно нажать. Будет электронная регистрация. Вот здесь, видите, галочка стоит электронная регистрация. Даже не надо вам билет брать. Если вы берете в командировку, меня иногда спрашивают, то можно просто подойти в кассу и взять билет официально, чтобы вам выдали командировочную. Да, оплатили. Вот, мы все это заполнили. Нажимаем галочку «Перейти к оплате». Вот, вы переходите к оплате банковской карты. Здесь вы вводите все свои реквизиты, как положено, как обычная оплата. Интересная картинка. Первую вижу. Вот, пришла информация в том, что мы купили билет, зарегистрировали, и можно распечатать контрольный купон. Вот это контрольный купон, которого вы видите. Можно его распечатать, если что, ну, на всякий случай. Можно просто его сфотографировать. Да, он и на почту к вам придет. И плюс, вот мне на телефон пришла смска, пришла смска, что вы купили электронный билет, номер заказа такой-то, дата такая-то, время там и так далее. И пошло все. Можно даже и не распечатать купон, а просто смской прийти, и вас зарегистрировали уже все. Вот так просто заказывать билеты, и просто подходите к вагону, вас уже встречают, не надо идти в кассу, не надо тратить время, на то, чтобы съездить на вокзал и купить. Желаю вам использовать данный сервис. Здесь он у меня в самом низу, на моем блоге, вот в виде самолетика. Также можно и билеты заказывать. Я с помощью этого сервиса заказывал ребятам на юг билеты. И знаете, мне понравилось, что здесь нормальные цены выдаются, не те, как обычно. Знаете, там, цена одна, когда кликаешь внутрь, чтобы купить, цена вдруг совершенно другая становится. Так что все тут нормально. Рекомендую этот сервис, сам использую его, как видите, и мне нравится. С вами был Дуард Питерц. Отличных вам путешествий и отдыха.